А в 4 ствола это вам даже не в 3 ствола и даже не в 2 ствола, как бы вы понимаете, да? Друзья, всем привет! Очень много комментариев с просьбой поиграть классической кладбой. Ну и кто я такой, чтобы вам отказывать, друзья? Сегодня будем играть вот такой сборкой, практически классической. Единственное, что слот с второй эволюции после рыцаря занимает клетка с гоблином, а не с надгробием играю. Все-таки классическая, в моем понимании, это такая же сборка, но с надгробием. Тем не менее, мы будем играть вот такой вариацией. Давайте бахнем сразу же зелье в гоблина, а то он слишком злой, слишком злой. Его надо удобрить немножечко зельем, чтобы он был поспокойнее, поувереннее в себе. Все-таки 14 уровень, это вам не 11. Что ж, по прокачке все на ваших экранах. Будем брать сегодня 9000 кубков, проходить, завершать путь славы. И играть я буду, друзья, с башней принцессы. Есть возможность поиграть и с графиней, мусор, канониром. Ну, нормально, с этой колодой в целом даже, наверное, может было бы лучше, но нет. Я буду играть прям с принцессой, без всяких выдумок. Максимально классика, немножечко рояля из... Да нет, из прошлого не получится, потому что здесь уже все-таки эволюция, и кладба не такая-то и классическая. Кстати, почему еще отказываюсь от башни канонира, например? Потому что здесь есть эволюция как раз-таки клетки. А она будет толстячков разваливать, вполне. Ну что, давайте сюда тогда вот так вот, раз он такие мувы делает, экстраординарные. Ну, это зря он, конечно, потому что он выставил сейчас 6 единиц эликсира. Я добавил еще восьмерочку. Ой, и это ошибка. Это большая, кстати, ошибка. Сейчас дракончик будет урон наносить. И в целом он сейчас-то без эликсира. Поэтому можно было бы и атаку провести, но нет. Я уже это окошко немножко упустил, плюс я еще не знаю, что у него за карты. Хотя он только что, друзья, отдал... Блин, он только что отдал вообще-то стражей, которые являются жестким ответом на кладбу. Но я вот сейчас тогда проатакую все-таки. Причем по вот этой стороне, раз он туда уже магического лучника поставил. Будем надеяться на хорошую атаку. Да, да, атака действительно неплохая. У него еще стрелы нашлись. Итого, ну, примерно понятно, плюс-минус, как он будет отыгрывать. Мы здесь варварской бочкой сюда скинемся. Давай, давай, гоблин. Хорош, догоняй ты из этого положения. Будет ли огненная лучница? Я думаю, что нет. Во всяком случае, если будет, то это будет его ошибка. Да, ничего он не выставляет здесь. Ну что ж, тогда ждем. Сейчас у него уже есть стражи. Тем не менее, можно все равно попробовать, потому что у меня в целом будет эликсира дофига. Давайте, наверное, да. О, вот теперь вообще прям надо пробовать, потому что мы сюда яд еще накинем. Стражи не будет. Окей, тогда яд не накидываем. Тогда без яда. Теперь стражи. И вот теперь давайте вот так я сделаю. Да, не буду наносить урон по вышке, но при этом законтрю стражи, законтрю магического лучника. А торнадо отдаем по старинке на хогушку. Здесь урон, правда, мы получаем. Потому что один страж недобитым остался, к сожалению. Снова из глубинки начинаем. Через ледяного колдуна. Ловим огненную лучницу. Будет, не будет? Не будет. Видимо, тогда вот так делаем. И яд, просто яд. Просто яд, без всяких этих... Да, хорошее решение. Еще огненную лучницу он туда подставил. Вообще все замечательно. Варварскую бочку скидываем. Давайте скинем. Сейчас, правда, будет мега-рыцарь, но я думаю, что мы это... Ооооо! А вот это его ошибка вообще-то. Это ты, дружище, немножко ошибся. Но я торнадо здесь не буду давать. Я просто перейду в режим защиты. Там дракон... А, ну давайте уже и торнадо дадим. Там уже дракончик добивает. Такая вот первая игра, друзья. Этой колодой не надо нестись в атаку. Для начала изучите лучше колоду соперника. Поймите, какие карты у него. Какими картами он гипотетически может задефаться. А потом уже на двойном эликсире вполне вы можете проатаковать. При этом, если даже будет какая-то ошибка в атаке, вы сможете потом защититься, потому что ресурсов у вас хватит на двойном эликсире. А вот на эликсире обычном, который вот стандартный с начала игры идет, лучше не ошибаться. Потому что если вы пойдете неоправданно в атаку, то ресурсов уже может не хватить. Я скину варварскую бочку и отдам яд. И вот я уже жалею, что я скину варварскую бочку, потому что это может быть локбейт. Отдаем рыцаря, потому что следующие карты клетка с гоблином, то есть мини-танк. Вот и клетка с гоблином сейчас пригодится. И будем активировать ГЗ, наверное. Сейчас подождем взрыва. Взрыв произошел, активация ГЗшки, которая очень важна. Три вышки это гораздо лучше, чем две. Капитан Очевидность ворвался в это видео. Просто из меня вынырнул, ничего не смог я с этим поделать. Ага, все-таки Шархок. Как вам такое, друзья? Шархок. Хорошо, что активировали ГЗ. Я думаю, что давайте-ка по другой стороне, потому что он сейчас может... Плохой электродракон. Королевская почта. Окей, жаль, что у него есть королевская почта. Но я здесь уже должен был атаковать, потому что... Была такая возможность. Сейчас, если будет Шар, то мы его, наверное, клеткой... Нет, клеткой не хотелось бы в данном случае. Но придется. Клеткой и сейчас у меня будет еще три вышки фигачить. Поэтому, по идее, я здесь... Клетки достаточно. Торнадо я здесь отдавать не хочу. Да. Рыцаря ставим на правую сторону. Такую начинаем свою мини-атаку из глубины. Придется ледяного колдуна ставить. Но вот отсюда его ставлю, чтобы хога законтрить при помощи торнадо. Дождались момента необходимого. Варварскую бочку тоже отдаем. И здесь яд я скидываю. Он заблокировал мою атаку, поэтому просто так. Давайте готовим дракончика. Будет снова Шар, поэтому клетка сразу же на свое положение стандартная. Здесь, я думаю, что ледяного колдуна надо отдать с варварской бочкой. И все. И я думаю, что здесь я даже не буду ничего больше выставлять, друзья. Потому что я пойду уже в атаку по этой стороне. Причем здесь вот так вот уберем эту проблемку электродракона. И рыцарь фигачит его по правой стороне. Ну, моя ошибка была в том, что я изначально пошел по противоположной. Надо было играть по стороне, по которой мне предлагал мой соперник. То есть по левой. Окей, сюда яд сразу. И варварская, и клетка с гоблином. Этого будет достаточно. В контрнаступление готовимся переходить. Да, снова делаем то же самое, что делали до этого. Здесь уже ничего тоже не отдаем, опять же. И кладба, погнали в атаку. Яд на готове. Яд отдаем в рекрутов. Не в рекрутов, в разбойников. И здесь сейчас будет хороший урон от дракончика. Ледяной колдун, к сожалению, уже к этому урону не подклю... Ай... Не-не-не, нормально, нормально, победили. Победили, торнадо отдаем, все, забираем игру. Ну, то есть сдвоенный у него вин кондишен. Мы что сделали? Мы поняли, что против шарика, например, мы можем дефаться клеткой. С тремя активированными вышками. А если шарик идет с чем-то еще, то что-то еще доставляем. Там ледяной колдун или дракончик плюс варварская бочка. А торнадо оставляем на хога. Ну и когда он начинает уже перебарщивать, когда я уже только что задефался от шарика, а он докидывает в эти войска оставшиеся, выжившие, еще и хога, там уже можно не тратить ни торнадо, ни дополнительные карты, а все уже сконцентрировать на атаке. И таким образом, собственно, мы больше урона наносим. Все просто, друзья, в рояльке, на самом деле, если все разобрать. Сложно только реакцию и запоминать, запоминать с карты соперников и считать эликсир. Вот это сложно. А так все по действиям в целом понятно. Давайте рыцаря ставить, спасать дракончика от большого урона. Пусть у нас рыцарь лучше танкует, а дракончик будет как дополнительный бонус, который вот сейчас как раз таки будет бонусить, так скажем. Был игрок и есть игрок. А нет, уже не играет. Но он есть, но он не играет. Бонуччи, а вот мы забонусили. Бонуччи на русский манер. Русскоязычный. Так, клеточку, может быть, поставим. Поставим, наверное. Хоть и я не уверен, что у него нет наземной атакующей карты, типа Хога какого-то. Но у нас есть торнадо, так что это не проблема. Вот это, кстати, он зря делает. Мы сейчас пойдем тогда в атаку. Дракончиком подкрепим эту атаку. И торнадо здесь уже наготове для того, чтобы мелочевку убивать. Окей, тогда яд отдаем. Яд здесь будет хороший. Он добьет мага. Ну, не полностью, может быть. Я, правда, сейчас без эликсира, но он дорогие карты выставил. В итоге сейчас я, по идее, ничего не должен ставить на защиту. Был бы, если бы он Хога не вкинул. Видите, да, действительно у него карта атакующая по земле. Хог, как я и предполагал. Но мы его законтрили, потому что торнадо-то я приберег. Это хорошая была идея. Теперь у нас есть клетка эволюционная. Но у него, судя по всему, нет каких-то тяжелых карт. Да, у него зачем-то с Хогом ведьма. Не рекомендую такое играть, друзья. Потому что Хог все-таки она такая... А, вот оно. Вот оно все-таки есть. Давайте вот так сделаем, чтобы не просрать эволюцию ни в коем случае. Вот так. Заморозка. Интересно, конечно, дружище, но ты много эликсира опять же тратишь. Видите, какая у меня компания собралась здесь. Здесь уже можем торнадировать. Потому что, в принципе-то, пофиг. Мы Хога и так задефаем. А вот в атаке хочется убить его защитные карты. После такой неплохой защиты. Да. И он здесь вынужден отдавать стрелы. Мы сюда уже яд ведьму даем. Варварская бочка опять же на готове с клеткой. Клетка на Хога пойдет. Варварская бочка на добивку ведьмы. Ждем еще скелетиков. Скидываем варварскую бочку. Игнорируем. Идем в атаку. Добиваем. Эта заморозка дала ему два удара. Не больше. А сюда яд. И все. Отбадриваем оппонента. И двигаемся дальше. Достаточно продолжительный ролик. Я намеренно оставил большой зазор для того, чтобы было побольше игр. Потому что многие прям просили кладбу. Я понял, что любителей классики у нас на канале много. Поэтому все для вас, друзья. Что? Можем клетку поставить изначально. Такая пассивная, агрессивная защита. Но нет. Соперник снимает все вопросики. Он дает Хога. Прямо посередине тропинки. То есть не отсюда вот даже закидывает. А посередине. Максимально упрощает мне активацию ГЗ. Теперь дает мне возможность ядом магического лучника спалить. Нанести урон. Ну вот уже две ошибки у него сразу же нашли. Ну первое, это не ошибка, конечно. Но тем не менее. Я не буду агрессивничать. Я буду смотреть, действовать по ситуации. Здесь возможно даже варварскую бочку скину. Потому что мини-танки уже закончились. Мелочевки в моей колоде нет. Играю без надгробия. Да, и все правильное в этом случае сделал. Здесь поставим здание в ответ на здание. И он дорогое. Причем здание поставил, которое не пойдет потом в атаку. А мое-то пойдет. Гоблин сейчас там подзелим. Не забываем, что мы подзелим. Он сейчас там посидит. Про жизнь подумает. И пойдет, пойдет карать. Давайте так вот и вот так вот сделаем. И... да, отлично. Вот теперь у него проблемы. Яд готовим. Не помню, правда, какая у него там была карта. Магический лучник. Все вспомнил. Так, варварскую бочку кидаем, накидываем. Кладба будет. Наверное, не надо, да. Эти разменяются. И на том спасибо. А вот сейчас, вот сейчас уже можно будет рассматривать кладбу. Для начала только ледяного колдуна поставим. Помним, что у него огненная лучница. Магический лучник. Магический лучник сейчас точно есть в цикле. Да, и поэтому вот так вот. И заодно сразу идем в атаку с кладбой. Очень агрессивный от него мув. При этом у меня сейчас долго будет... Ну, блин, рано я, видите. Друзья, ошибка. Я рано накинул кладбу. Даже яд здесь отдавать не буду. Такое фиаско, конечно, неприятное. Так, развлекаем пока мини-пеку. Пока Хога там долбит гоблин в клетке. Сейчас он еще отдал бит и этого товарища. И рыцарь кладба. Теперь уже танкует дракончик. Торнадо даем здесь. Уже без оглядки на защиту. Потому что сейчас... Ага, а может быть и надо было оглянуться на защиту? Нет, нет, нормально. Все, план сработал. Яд сюда даем. Просто чтобы нейтрализовать огненную лучницу. Хотя лучше было бы, наверное, в этой ситуации даже варварской бочкой это делать. Но... Так, развлекаем рыцарем пока. Торнадо на готове, друзья. Даем вот так, вот так по всему, чтобы варварская бочка прошлась. Убиваем магического лучника. Все. Нашу вышку даже не тронули. Потому что что? Потому что мы не торопились. Мы изучили колоду. И как против этого играть? Все сделали. Ну, как? Не полностью поняли? Потому что для меня мегарыцарь, например, был сюрпризом. Все-таки я не ожидал его. Но мегарыцарь, тем более с адской башней. Такие, понятно. Колоды пока попадаются не шибко сильные. Самодельные в основном. Давайте начнем с клетки. Ага. Ну тогда вот так. И здесь я подожду, пожалуй. Скину варварскую бочку так, чтобы дротиста еще убить. И большой урон что-то я получил. 700 хп. Это прям много. Я думаю, что здесь можно дракончика накинуть. Потому что мышки не должны убивать нашего рыцаря просто так. И в атаку я здесь я яд здесь отдам. Без кладбы. У него много мелочевки. Это может быть проблемой. Самодельный локбейт. Активируем ГЗ. Это очень важно. Ну и у него дротист. Поэтому надо быть готовым его ловить. Я так понимаю, что мега рыцаря нет. У него еще здание есть. Какое-то тяжелое заклинание. И бревно он, по-моему, тоже еще не показывал. То есть легкое... Я так предполагаю, что бревно у него все-таки есть. Шахтера поймали. Сейчас будут мышки. Идти ли в атаку? Давайте мышек законтрим. Но по ситуации сейчас будем действовать. Да. Я думаю, что лучше дракончика из глубины поставить. В такой ситуации. А здесь клетка. И вот теперь может быть... Яд. Здесь яд будет достаточно. Будет хорошим ответом на эту адскую башню. В адскую башню переться в атаку, конечно же, нет никакого резона. Поэтому просто смотрим, ждем. Его гоблинскую бочку, варварской бочкой дефаемся. И нам надо, друзья... В идеале бы, конечно, с... Так, начнем с рыцаря, короче. Здесь с ледяным колдуном все это подстрахуем. Дракончиком поможем добить этих. И сейчас прям сразу я кидаю кладбу. У него нет сейчас... А у него есть мышки. Мы сюда... Ай-яй-яй. Блин. Ну я от мышек отыгрывал. Да, и мышек я все-таки убил. И сейчас, может быть, если яд убьет еще дротиста, то будет хорошо. Не убил. Окей. Ставим клетку с гоблином, чтобы от дротиста задефаться. Пойдет дракончик против мелочевки. Ледяного колдуна оставить ли? А давайте вот так вот я сделаю сейчас. И вот так вот. Много-много эликсира, но всю мелочевку мы сейчас убьем. Всю мелочь убьем. Это хорошая новость. Давайте вот так я сделаю вот... А-ха-ха, блин. Немножко неправильно. Ну хорошо, что у меня активировано ГЗ. Это прям хорошо. Хотел поймать, если честно, шахтера. Клеткой, но поставил не туда. А у него в итоге нет тяжелого заклинания. Как я понимаю. Так. Кладба. Рыцарь, яд. Яд-яд-яд вот сюда вот так. Блин, надо было отыгрывать все-таки от... Не, нормально. Нормально, убьем. Этого убьем. Рыцарь здесь подамажит. Хорошо. Готовим дракончика. Ледяного колдуна. Клетка. Я побольше сейчас ставлю танков, чтобы эта атака была сногсшибательной. Торнадируем здесь. Отлично. Яд сюда. Против гоблинов. И все. И мы здесь больше уже урона однозначно наносим. Готовимся ловить его шахтера. Так. Отлично. Вот на этот раз сделали то, что нужно. Гоблинскую бочку он вообще не закидывает. Вот теперь закидывает. И мы ее контрим легко. И вот теперь погнали. Погнали. И погнали. Нет. Торнадо не даем. Рыцаря из глубины. Хотя можно уже и торнадо дать. Клетку сюда в защиту ставим. Единой колдун. Ну все, он сдался. Давайте торнадо, яд. И заканчиваем эту вакханалию. Неплохо он играл, но без ракеты ему этот матчап не выиграть. То есть он мог бы попробовать, защищаясь качественно. И закидывая меня ракетой. Потому что у меня два ответа на его гоблинскую бочку. И он правильно делал в целом, что заковыривал только шахтерам. Потому что я варварскую-то бочку не отдавал. И он понимал, что урон он не нанесет в такой ситуации. Ну что? План тот же самый. Давайте клетку отдадим, потому что у нас есть торнадо. Если это хок. А пока очень похоже, что это хок. А может быть арбалет. Если это классический арбалет, то это неприятно. Ставит он пока мушкетера. Но это все-таки пока хок 2.6. По ощущениям. Если у него бревно, то это точно хок 2.6. Если варварская бочка, то это шарик. Быстрый шарик, возможно. О, это рыцарь. Ну, наверное, быстрый шарик. Все-таки быстрый шар, скорее. Поэтому дракончика пока я отдавать не буду. Нет, это все-таки хок. Ошибка. Еще и урон получил. Хреново. Но он вкинул много эликсира сейчас. Поэтому давайте проатакуем. Посмотрим, как он с этим справится. Окей. Пока мушкет, скелеты, все неплохо. Бревно надо отдавать еще. Понятно. Ну, такое, дружище. Хорошая атака у тебя была, конечно. Много эликсира ты потратил. Но стоило ли оно того? Не буду здесь уже яд отдавать. Уже поздно. За дефаем лучше вот так вот. И варварской бочкой, пожалуй. Да, хогушку там. Очпекали люто, конечно. Давайте дракона накинем. Потому что он дерзкий. Пусть рыцаря своего ставит. Дракончик его пока зафигачит. А он пока крутанется до мушкетера, например. Он крутится, да, видите, до мушкетера. Мы сюда яд, и все. Ну, такое. Придется блокировать мушкетера, чтобы он погорел в этом еду. Потому что я... Меня ошибся. Но при этом ему сейчас надо что-то еще выставлять. Потому что он, помните, крутится. Крутился. То есть он был в дефиците эликсира. Поэтому он решил в итоге ничего не выставлять. Ну, мне здесь повезло, что у него ша... Этот фаербол. То ли 14-й, то ли 13-й. Потому что он не убивает моего ледяного колдуна. Я, честно, не помню. Скорее всего, я не помню, 14-й убивает вообще 15-го ледяного колдуна. Но чувак здесь сдался. Поэтому это все мы сейчас скоро узнаем. Чекнем, какой у него все-таки был фаербол. Явно недостаточный для убийства нашего ледыхи. Очень жду, друзья, эволюцию дополнительную. Какую-нибудь накладбу. Как раз-таки классическую. Основополагающую эволюцию. Я имею в виду, например, эволюцию дракончика. А еще лучше эволюцию ледяного колдуна. Какая бы она могла быть. Давайте с вами пофантазируем. Напишите обязательно свои варианты в комментариях. Мне кажется, было бы интересно, чтобы колдун, ну я не знаю, с двух или с трех выстрелов замораживал бы прям цель. Но это была бы имба. Да, наверное, имба. Но как вариант, как вариант. С удовольствием почитаю ваши варианты. Ну а как оно будет, узнаем. Не думаю, что скоро. Но хотелось бы скоро, честно скажу. Так, ну цикл у нас прямо, скажем, неудачный. Торнадо и клетка с гоблином в самом конце. Ну то есть клетка, вон, торнадо, вот оно уже. Но мы уже не успели на этот поезд. Поэтому атаковать тоже не буду пока. Потому что мега рыцарь может быть. Валькирия. Ага. Ну крутимся тогда до ядика. Ядик здесь отдаем, чтобы мушкет нашему дракончику не особо угрожал. Дракончик наш добьет валькирию. И готовимся хога принимать. На этот раз с активацией ГЗ. Ага. На этот раз будет мега рыцарь. Ну что. Тогда вот так делаем. Хог сейчас сюда поскочит. Мега рыцарь сюда сейчас. Ну короче мы активируем ГЗ. Только надо дождаться момента необходимого, чтобы не ударить в грязь лицом. Да. Хороший момент пойман. Урон нанесен. И более того, мне кажется, что сейчас мы можем попробовать в атаку сыграть. Давайте начнем с рыцаря. Окей. Отдал хорошую защиту от кладбы. Мы сейчас прям тогда его будем пробовать наказывать за это. Сейчас валькирия чуть поближе вытянется. И яд на мушкетера и все будет вообще окей. Вот так вот. Вот так вот делаем. Фигово, что у него электродух. Фигово, что у него стрелы. Но мы в этой атаке задефались от его же карт и нанесли урон. Так что все окей. Так. От хога будем дефаться торнадо. Клетку эволюционную лучше на мега рыцаря сохранить. Он у него там эволюционный. Поэтому так будет правильнее всего. Он сейчас его будет из глубины разгонять. Давайте. Давайте с этим поиграемся. Покажем ему рыцаря для начала. Ух ты. Давай клеточка работай. Ну так себе поработало. Ну друзья, блин. Это хреново. Это прям хреново. Мега рыцарь своим сплэшом успел задеть. Успел задеть. Где мушкетер? Нет. Мушкетер окей. Клетка тогда и готовимся защищаться. Вот мушкетер. Я сюда пожалуй накину. Торнадо наготове. Так. Здесь рыцарь и хога деф им торнадо. Да ну как? Как ты успеваешь? Ладно, погнали. Клетка. Клетка рыцарь варварская бочка. Кладбу. Нет, я отсюда. На мушкета. Сложная катка получается. Придется здесь еще торнадировать. Причем и валькирию в том числе. И в атаку я не могу пока перейти. Не дает такой возможности. Давайте из глубины вот здесь вот защитимся. Вот так. Так. А вот теперь пойдем в атаку пожалуй. Да, с дракончиком. Сейчас будет мега рыцарь или валька, да? Валька. Яд даем? Нет, пока не даем. Пока просто смотрим как размениваются наши картишки. Хорошо разменялись кстати наши картишки. Яд в мушкета обязательно. Ага. Нет, давайте вот так пока. Клеточку сюда. Варварскую бочку сюда. Клеточка работай, пожалуйста. Клеточка поработала. Блин, ну мушкетер все расстрелял. Финальный заход складбой. Яд туда надо. Эх, надо было ядом сразу закидывать. Не хватило во-первых уровня вышек. Были бы 15-е, я бы выиграл. Во-вторых, не хватило, надо было прям ядом его закидывать жестко. Ну что ж, поражения тоже случаются. Была неприятная ошибка, когда мегарыцарь скакнул и урон нанес клетке с гоблином. Вот тогда я многовато урона получил. Хотя ставил аккуратно вот сюда, сюда рыцаря. То есть он не должен был по идее, но... Не должен был, но задел. Давайте рыцаря поставим, потому что дальше у нас есть клетка с гоблином, которую сразу тоже кидаем. Человек изначально закидывает таранчик. Так себе идея первым же мувом такое исполнять. Но... Кладбы у меня нет, так бы я ее сейчас накинул. Она у меня в конце цикла, и это неприятно. Ну что, надеемся на хороший яд, что он сейчас что-нибудь в поддержку накинет. Пока варварскую бочку скину. Ну и здесь можно торнадо дать. Ледяной колдун, чтобы был в безопасности по итогу. И яд отдадим в... Лучницу. Дальше опять должен быть от него таран. И вот здесь вопрос... Ну давайте, ладно, я его так задефаю. Переходить ли сейчас в контр? У него сейчас пека, и он может ее поставить, да, по левой стороне. И я пойду в контратаку по другой стороне. Может быть зря. Но я думаю, ледяным колдуном будет неплохо дефаться к пека. Надеюсь, во всяком случае. Да, потому что он больше ничего не ставит, только пека здесь. Наверное, вот такое торнадо еще дадим. Ну и варварскую бочку я тоже дам. Да ну как? Как ты успеваешь тычку-то дать все равно? Ну под яростью понятно, блин. Ну это хреновенько. Таранта теперь эволюционный. Может добежать. И добегает, зараза. Да что ж такое-то? Ну что, мне надо по этой стороне сейчас контратаковать. Хреново, опять он успевает. Я здесь дам торнадо, конечно, чтобы бить огненную лучницу. Еще яд накину, чтобы убить грома. Да ты что, прикалываешься? Ну давай. Рыцарь. Опа, активация ГЗ подъехала. Там, где мы ее не ждали. Не гадали. Нежданно, не гаданно. Окей. Так. Ледяной колдун для начала. Таран. Будем дефать клеткой вот отсюда. Варварскую бочку после взрыва тарана. Ну и яд сюда, хотя... Не, наверное, надо было без яда как-то. Как проатаковать-то? Опять в атаку идет. Смотрите какой. Ладно, на этот раз клетка будет хорошим ответом на его дерзость. Очень хорошим. Пека просто там сгниет сейчас. И сейчас у него будут проблемы. Вот теперь, друзья. Вот теперь, друзья мои. Давай дефайся, братик. Где там у тебя пека? Не пека? Че там у тебя? Че там у тебя было-то? Так. Вот такое торнадо даем. И это победа. Да. Наказали. Наказали человечка за бесконтрольные атакующие действия. Ну атаковал ты разочек. Пора и честь знать. Пора и место свое, так сказать, обрести. А место твое у параши. Защите я имею в виду как бы. Без негатива абсолютно. Огненная лучница. Окей. Рыцарь, который по идее с этого положения активирует ГЗ. Нет, не активирует он ГЗ. Но я, в принципе, так и знаю, что сейчас будет Хогушка, поэтому... Вот так. Вот так, атака. Тычку уж получим. Я уж принял такое решение именно так дефаться. Ну и давайте. Давайте, наверное, вот так сделаем. А че нет? И яд. Яд здесь отдать Ли. Теперь отдаем после того, как он стрелы еще дал сюда. Он дорого дефается. И, по-моему, Ларри дал тычку. Плюс у нас есть торнадо против Хога, если че. И маг умирает, да, потому что Ларри все-таки дал тычку. Ну, я думаю, у него тоже какой-нибудь Мега-Рыцарь или Пека, че-нибудь такое есть. Я, во всяком случае, на это надеюсь. Потому что мне нравится механика Гоблина из клетки эволюционного. Плюс достаточно редко мы им играем. Давайте. Вот, 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 спасибо, спасибо, братишка. Именно вот этот вопросик у нас и был, который ты, собственно, и решил. Теперь как дефать? Вот проблема с этой клеткой, то, что ты ее ставишь и не всегда угадываешь с положением. Ну, в целом, даже несмотря на то, что... Вот хреново, что он еще вылупляется и все равно прыгает, Мега-Рыцарь. То есть, че ты прыгаешь? Тебе там вообще нормально, как бы? Ты только что был один на один с Гоблином. И прыгает после этого еще. Ну, от радости, видимо. Отдам яд, потому что у меня фул эликсир. У него клетка на поле боя. То есть, ну, надо... Не клетка, а башня адская. Клетку мы только сейчас поставим. Варварскую бочку сюда. Но придется здесь исправлять собственную ошибку, друзья. Яд я сюда тоже накину. Так, сейчас с эволюционным рыцарем пойдем в атаку. У нас еще и ледяной колдун выживает. Поэтому все должно быть хорошо. Кладбу чуть-чуть кривовато. На клеточку бы правее, по идее. Но это, конечно... Не фатально. Да, видите, какой урон хороший. Зашел все равно. Сейчас будет Мега-Рыцарь по этому клеточку. И плюс я сюда хочу варвара, чтобы... Чтобы клеточка жила. Отлично. Рыцаря сюда, чтобы клеточка опять же жила. И будем ли торнадо здесь давать? Ну, надо. А вот кладбу уже давать не обязательно. Но мы все равно это сделаем, пожалуй. Мега-Рыцаря сюда. И я отсюда. То это может... Да, не будем. Давайте клетку лучше. Потому что Рыцарь может говорить о том, что это вполне... Вполне может быть локбейт. Поэтому пока клетка. Далее Ледяной Колдун. Ну, конечно, Рыцарь это может быть что угодно. Так что ждем пока. Без разведки опять же в атаку не идем. Яд здесь отдаем. В этой ситуации отдают яд для того, чтобы он был вынужден что-то еще сюда выставлять против моих карт уже выставленных. Огненная Лучница вышибал. Ну, что это такое? Так, давай-ка вот сюда лучше постреляй. А мы пока Ледяного Колдуна своего еще оставим в живых. Раз такую дорогую карту ставишь. Ага, яд у него есть. Неприятно. Но смотрите, скелетики успевают там какой-то урон нанести. Так что норм. Давайте клеткой дефаться. И, пожалуй, даже Ледяного Колдуна поставлю, чтобы... Чтобы гоблин был по фулови. Чтобы клетка сама стояла, чтобы было спокойней. Осталось узнать, какая у него атакующая карта. И это, друзья, очень важно. Пока я этого не знаю, могут быть неприятные сюрпризы. Давайте подкрепим атаку дракончиком. У меня все равно фул эликсир. Яд здесь накидываем. Вот в такой уже ситуации, в таком положении сделаем это. Ага, и активируем ГЗ, пожалуй. Рыцарем, правда, который может нам пригодиться. Но здесь уже выбирать не приходится. Криво из-за этого получаю урон. Дратист. Ну что, тогда варварскую бочку отдадим. Я не думаю, что у него гоблинская бочка атакующая карта с таким сетапом. Я думаю, что у него какой-нибудь электрогигант может быть. Но пока поставим клетку. Пока клетка. Вот это ошибка. Вот это ошибка, которая дает мне шансы. Яд на готове. Окей. Рыцарь, не поможет тебе здесь, братик? А у него шар, походу, друзья. Очень похоже, что у него шар. И сейчас может быть атака с шариком. Так, сюда яд. Это отщелкиваем. Да, шар действительно. Давайте вот так я сделаю. Чтобы все, весь фокус ушел как раз таки на шар. А мы в атаку с кладбой идем. Дракончика я не буду здесь накидывать, пожалуй. Там урон и так заходит. Давайте дракончика лучше в защиту поставим. Блокировать его продвижение пока не будем. Я отсюда отдадим. Это дерзость. Прям дерзость. Летку поставим. У нас там три ствола. Дальше можем ядами закидывать, по идее. Хотя здесь надо в атаку идти, чтобы он яд в защиту использовал. И нам это будет выгодно. Все, он сдался. Ну что ж, друзья. Цель достигнута. Путь славы пройден. 9000 кубков мы апнули. Колода идеальна просто. Вот для этой цели как минимум. В 2 на 2 не рекомендую с кладбой играть, потому что там активируют ГЗ. И там, если это сделают, то в 4 ствола будет защита идти. А в 4 ствола это вам даже не в 3 ствола и даже не в 2 ствола. Как бы вы понимаете, да? Я как бы в этом не эксперт, если что. Про стволы и так далее. Но есть такое наитие, что не очень хорошая эта ситуация получается. Давайте откроем призы сюрприза напоследок. Хоть ролик и получился длинным, но... А что нет? Мыши. Нафиг не нужные. Ну и как бы однозвездочные боксы. Которые таковыми и остаются. Конечно, не внушают оптимизма. Но еще ежедневные мы не открыли. А ежедневные обычно посчастливее. Поудачливее. Блин, ну это просто... Не, ну это фиаско. Ребятки, давайте-ка что-нибудь нормальное-то хоть дайте. Да ну... Пока из всех открытых боксов мне накинули только одну звезду. Сверху стандартных. Все еще одна звезда. Ну, хреновенько. Прямо скажем так. А что здесь? Вторая звезда бонусная. Ооо, это уже другой разговор. Давай, давай 5 звезд напоследок. Умасли меня. Ну, ладно, давай чемпиона какого-нибудь. Понятно. Бонусов я здесь не набрал пока. Ну что, друзья. Такое получилось видео. Надеюсь, оно вам понравилось. На этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.